Приветствую всех любителей баскетбола! Только что завершился матч между Серебрянкой и Адони. Это нужно было видеть однозначно, поэтому все быстренько идите на YouTube и смотрите. Сейчас мы пообщаемся с Виталием Хохолко. Виталий, что это было? Расскажите! Поделитесь чувствами! Всем добрый вечер! Спасибо за лестный опыт, за игру. Прежде чем озвучь эмоции, хотел поговорить с каждым участником команды Адони. Горжусь каждым, от первого до последнего игрока. Федору Николаевичу привет! Мы выстояли. Во-вторых, большое спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Без этой поддержки невозможно была эта победа. И команде Серебрянки тоже отдельное спасибо и респект. Потому что, я надеюсь, все, и мы, и команды, и зрители получили сильное удовольствие от такого убедительства баскетбола. На игре настоящая битва. Настоящая битва, настоящая бойня. За каждым сантиметром, эмоции, агрессия. Я не знаю. Сюжетная линия игры. В общем, всего хватило. Поэтому просто экстаз от баскетбола. А как команда готовилась конкретно к этому сопернику на неделе? Были какие-то спецподготовки? Ну, я думаю, не открою тайну. Если сказать, что мы чуть-чуть заранее уже начали готовиться. Мы представляли, не то, что там уже с высоко поля доголовья думали, что пройдем пингвинов. Но прогнозировали, что, скорее всего, выйдем на Серебрянку. Поэтому долго изучали прошлые игры. Смотрели, что у нас не получилось. В частности, подбор. Да, там где-то, может быть, мы слишком сдвигались вон индивидуальной игры. И не хватало концентрации на концовке. Сегодня где-то мы извлекли уроки из прошлых поражений. И это дало свой успех. Поэтому вот как-то так. Ну, то есть, я так понимаю, что работа была проделана колоссальная, да? Именно конкретность к Серебрянке. Да, да. А что вы выделяли, если не секрет, конечно, какая самая сильная сторона у Серебрянки? Класс игроков или что-то что-то другое? Я думаю, тут можно всех отметить. И сыгранность, и командный дух, и уровень игроков. Понятное дело, агрессивная игра на подборе. В частности, и Дима Даниленко, и Евгений Костюкевич. Ну, и, в принципе, Виталик, она, в принципе, тоже. Я думаю, и баскетбольник Кудрявцеву не нуждается в представлении. Все знают, что это за игрок. Серебрянка еще сильная глубина состава. Поэтому все фронты, которые можно только причислить и отдать баскетбольной команде, они есть у Серебрянки. Поэтому тут надо было готовиться доскандально-кардинально по каждому из моментов. Если говорить прямо, искренне, за счет чего Дани сегодня вышел победителем? Вот если бы назвать что-то одно. Ну, так сложно сказать. Но я лучше схитрю, скажу 50 на 50. Мы сегодня сыграли, как команда, чувствовалось заряд энергии, чего не было в прошлых играх, честно скажу. И вот сыграли чистенько, там где-то набыли, на концовке. Вот. И, ну, в принципе, чего скрывать. Думаю, трешки Саши и Владыка в конце – это такой переломненький момент психологический. Ну, вот об этом тоже хотел спросить. Казалось, вы шли ноздря в ноздрю, так называемые, да, две команды. И ваша команда, вот как я, честно, со стороны увидел, она не боялась делать дальние броски. И причем они залетали. То есть Серебрянка она тоже бросала, но у них было много промаха все-таки. У вас не дрожат руки у ваших игроков? То есть как вообще это может быть? Ну, я думаю, если мы посмотрим статистику нашей команды за сезон, то основной акцент атаки у нас еще на дугу. Не знаю, хорошо это или плохо, но если это приносит свои плоды, значит хорошо. Поэтому, ну, как бы, это не что-то новое, да, то есть мы вот… Не побоюсь сказать, это вот наш немножко стиль. У нас есть люди с броском, причем не один. У нас много, ты можешь выйти положить трешку, поэтому… Ну, просто, мне кажется, вера в себя, вера в скамейки, вера в болельщиков. Вот весь залог успеха почему-то. Да, у вас фантастические болельщики, которые приходят и поддерживают. Это очень здорово. Я согласен, это придает какой-то дополнительной энергии. Но в следующий матч Серебрянка выйдет лютая, скорее всего. Как думаете, что нужно предпринять, чтобы, скажем так, все-таки пройти эту классную команду? Я думаю, для начала, наверное, сперва сегодня вкусить эту сладость победы. И завтрашнее утро забыть про эту победу. И счет серии 0-0. Настраиваться, настраиваться. Тут, как бы, ну, не зря Антон Сакович говорил, по крайней мере. Я отзвучу свое мнение. Не буду говорить за команду, что это такой мини-финал. Вот, поэтому, ну, тут, как бы, либо все, либо ничего. Вам не кажется, что, возвращаясь вот к прогнозу Антона Саковича, на тему мини-финала. Вам не кажется, что, ну, вот, без ложных, там, хвалебных слов, лукавства и так далее и тому подобное, все-таки, что Адони и Серебрянка – это команды действительно наголо выше других, при условии, что, да, я не умиляю, там, Сойтекса и других ребят, но все-таки две команды, два, именно топ-уровень НБЛ. Хороший вопрос. Я, честно говоря, не любитель вот так вот самооценивать. Возможно, где-то по игре мы действительно показываем неплохой баскетбол, да, но, опять не повторюсь, я лучше сторонник того, что пускай лучше наша игра показывает, да, как мы играем, и люди, вот, охлаждаются, кайфуют, да, и оценивают, вот. Но, возможно, где-то скажу, что по организации, да, по подходу к серьезному, к играм, по настрою, по набору игроков, возможно, да. Щепотка, правда, в этом есть, вот. Хорошо, а вот такой вопрос, мечтательный, скажем так. Вот если взять мастерство ребят, вот, Адони и Серебрянки, как думаете, и вот эту вот команду, я только про мастерство, не про годы, не про физические кондиции, как думаете, вот если и такие вот ребята попали в чемпионат Белоруссии по баскетболу, где играют профессионалы, эта команда была бы достойного уровня? Честно говоря, затрудняется здесь, я не слежу за белорусским чемпионатом, ну, кроме разве что родственных нам из них, пусть буир, поэтому не могу сказать. Я думаю, что при должной подготовке, да, тренерочном процессе все возможно, все возможно, учитывая, что и у нас в команде, и в Серебрянке есть люди, которые имеют неплохой опыт в профессиональности с вещами, там тоже Артем Козлов, да, Евгений Костюкевич, там чемпионат 3х3, Виталий Канаплицкий, помню, если не ошибаюсь, дважды чемпион МБЛ, ну, то есть там внук Удрявцев, опять-таки, да, у нас, Затей Алексеевич, Павел Крони, Дима Борисенок, Асташев, Дима, ну, то есть тут как бы Дима Росликов, да, Алексей Росликов, тут перечисляние перечисляют, то есть все с опытом, все с пониманием игры, все со школой баскетбольной, поэтому, ну, подытожив, я думаю, опять-таки, при должном подходе все возможно. А вот если немножко забежать вперед, не там в финал, не во вторую игру, а вот по сезону в целом, как вы считаете, лига, уровень общий сопротивления в Д1, он на том же уровне по сравнению с прошлыми годами, либо он растет, либо понижается, вот ваш взгляд, чисто вот субъективное мнение игрока? Мне бы хотелось больше серьезных игр, честно скажу, потому что получилось, ну, вот мне очень понравилось играть с ФСК, да, играть с Сребрянкой, играть с Сойтехсом. И, по сути, ну, вот если взять предварительный этап и потом вот, ну, назовем регулярку, вот мы сыграем, получается, даже с Сребрянкой, Сойтехс, ФСК. Это не в обиду команде Полоцкой, будет сказано, да, не в обиду команде Гуфко, не в обиду команде Дефминск, но все-таки это немножко команда другого уровня. И когда ты попадаешь, ну, по крайней мере, я в НБЛ с 2010 года, да, немножко слежу, раньше, конечно, ну, скажем так, топ-6, топ-8 команд, ну, там, окей, топ-5, топ-6 команд были примерно одинаковые, да, там уже последние, скажем, с 7-го по 10-го места, там уже разных часов. Вот, поэтому хотелось бы больше игр, таких вот серьезных. Я не знаю, повлияла ли новая структура чемпионата. Поначалу казалось, что прикольно, но вот в конце вот как получилось, так получилось. И обидно, признаюсь, обидно, что мы с Серебянкой встретились в полуфинале. Вот это такой, тоже такой моментик. Хотелось бы, конечно, если бы сложилось по-другому, да, было бы здорово увидеться в финале. Вот, что могу сказать. То есть финал был бы вообще пушка, да, получается? Я думаю, да. Ну, если смотреть реально сегодняшний матч, скорее всего, ну, такое было, но мы имеем то, что мы имеем, и команда, которая пройдет либо Даня, либо Серебрянка уже в финал, она уже, у нее будет другой противник, поэтому нужно выкладывать сейчас. Спасибо вам большое за интервью, спасибо, что уделили время. И честно отвечали на наши вопросы. Спасибо вам. Будем смотреть ответную игру. Пожелаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.